Добрый день. Курс ASP.NET Core Advanced и тема урока Middleware. В этом уроке мы рассмотрим, что такое Middleware, разберем работу методов Run и Map, также рассмотрим использование метода Use и разберемся с тем, как можно Middleware размещать в отдельных классах для того, чтобы повторно использовать Middleware в разных проектах. Что же такое Middleware? Фактически, Middleware – это блок программного кода, который является частью конвейера обработки HTTP-запроса. Он выполняет обработку как запроса, так и участвует в формировании ответа. Что может делать Middleware? Middleware может определять, нужно ли передавать запрос следующему Middleware в конвейере. На прошлом уроке мы говорили, что Middleware можно воспринимать как некий фильтр, через который проходит запрос и Middleware решает, необходимо ли этот запрос передавать далее или можно сразу же сформировать ответ пользователю. Также Middleware может выполнять какую-то работу до и после следующего Middleware, который находится в конвейере. Давайте посмотрим вот на такой пример. Конвейер обработки HTTP-запроса в нашем приложении состоит, например, из трех отдельных Middleware. Каждый Middleware отвечает за какую-то определенную задачу. Например, Middleware номер один занимается логированием, Middleware номер два выполняет проверку наличия каких-то специальных куки, например, авторизаций, Middleware номер три выполняет чтение информации с базы и возврат ответа пользователю. Когда приходит запрос от пользователя, этот запрос попадает в конвейер и все абсолютно запросы, идущие к этому приложению, проходят через один и тот же конвейер. Когда приходит запрос, его встречает первый Middleware. Middleware запускает некую логику, после чего в Middleware вызывается специальный метод Next. Мы сейчас посмотрим на примеры кода, как необходимо организовать работу Middleware таким образом, чтобы он мог связываться с другими Middleware, находящимися в конвейере. Вызывая метод Next, мы передаем управление следующему Middleware, который выполняет, допустим, проверку наличия каких-то специальных куки. Если специальные куки найдены, то вызывается метод Next, который передает управление третьему Middleware. Если третий Middleware не запустит метод Next, то выполняется его завершающая часть какой-то логики, и он передает управление обратно второму Middleware. Второй Middleware, соответственно, передает управление первому Middleware. После этого мы выдаем ответ пользователю. Если по какой-то причине у нас не запустится метод Next, например, если в Middleware 2 в логике проверки наличия куки что-то произошло, мы не нашли куки или был какой-то exception, то в таком случае не запустится и логика Middleware номер 3. То есть Middleware номер 2 сразу же вернет ответ пользователю и запустит работу Middleware первого, но не передаст запрос далее по цепочке. Давайте посмотрим, какие есть способы создания Middleware. Самый простой способ определить Middleware – это использовать метод Run. Единственное, при применении этого метода Middleware, который мы получаем, не может передавать запрос следующему Middleware в конвейере. По сути, этот Middleware всегда будет являться замыкающим Middleware, после выполнения которого запрос в обязательном порядке уйдет в ответ пользователю. Для того, чтобы воспользоваться этим методом при его вызове, нам необходимо в качестве параметра передать асинхронную функцию. Эта функция должна принимать один аргумент HTTP Context и посредством этого аргумента Middleware сможет получить доступ к данным, которые пришли в запросе и также каким-то образом повлиять на то, что будет отправлено пользователю в ответе. Второй подход, который используется при настройке пайплайна и создании Middleware – это использование метода Map. С его помощью мы можем сделать ветвление в конвейере или в пайплайне. Можем сделать так, чтобы при получении определенного запроса, когда в адресе есть специальные какие-то ключевые слова, чтобы выполнялся какая-то дополнительная ветка пайплайна. В нашем случае мы, вызывая метод Map, перейдем туда два параметра. Первый параметр – это название, которое должно встретиться в адресной строке. Если у нас будет сегмент HealthCheck, это будет означать, что мы собираемся запустить ветку нашего пайплайна. А как будет именно выглядеть эта ветка определяется с помощью второго аргумента. В переменной бранч, на переменной бранч мы должны будем запустить ряд методов, которые сформируют в бранче определенный набор Middleware, которые будут обрабатывать наш запрос в том случае, если он будет направлен на адрес HealthCheck. В нашем случае есть использование одного метода UseExceptionHandler, то есть мы вставляем в этот бранч стандартный Middleware, который обрабатывает исключения, и добавляем с помощью метода Run еще один Middleware, который будет просто выдавать ответ пользователю по определенным правилам. И последний вариант определения Middleware – это использование метода Use. С его помощью мы можем создать Middleware, который сможет передавать запрос в цепочке Middleware, то есть с его помощью мы можем создавать непосредственно нормальный конвейер обработки запросов. При использовании метода Use мы должны в качестве параметра передать асинхронную функцию, которая будет принимать два аргумента HTTP Context для получения данных о запросе и Delegate Next, с помощью которого можно будет передавать выполнение следующему Middleware в конвейере. Используя метод Use и определяя таким образом Middleware, то что мы будем писать до вызова метода Next будет происходить в Middleware, когда запрос направляется от пользователя к конечной части нашего конвейера. Если мы запустим метод Next, мы передадим управление следующему Middleware, и когда тот Middleware закончит свою работу, в текущей Middleware запустится логика уже после определения вызова этого метода Next. Но если мы метод Next запускать не будем, это будет означать, что текущий Middleware является завершающим в конвейере, и после выполнения этого Middleware запрос пойдет обратно по цепочке в конвейере в обратную сторону. Можно сказать, что если мы будем использовать метод Use без вызова Delegate Next, то это будет равносильно использованию метода Run. Давайте посмотрим примеры, в которых показано использование кода для формирования Middleware. Практически все примеры будут крутиться вокруг класса Startup.cs, так как именно в методе Config мы можем определить, как выглядит пайплайн нашего приложения. В самом первом примере наш пайплайн состоит из двух Middleware, которые мы создаем с помощью метода Run. Но мы знаем, что метод Run создают Middleware, которые не могут строить цепочку обработки запросов. Такой Middleware будет всегда являться завершающим в нашем конвейере. Поэтому, по сути, наш конвейер состоит из двух Middleware, но когда от пользователя придет запрос, этот запрос обработается первым Middleware, и сразу же будет формироваться ответ пользователя. То есть мы не увидим, как работают оба этих Middleware. Всегда будет срабатывать тот Middleware, который в конвейере находится в начале. Важным моментом является то, что любой Middleware всегда принимает объект, который является экземпляром класса HTTP Context. HTTP Context это важный для обработки запроса объект, в котором хранится абсолютно вся информация, необходимая для того, чтобы запрос можно было обработать. Самыми важными свойствами этого объекта являются Request и Response. Request то, что пришло, Response то, что мы собираемся отдать в ответ. В нашем случае мы из объекта Context извлекаем свойства Request и смотрим на заголовки, которые были получены от пользователя. Извлекаем заголовок User Agent, то есть информацию о браузере пользователя, и на основе полученной информации формируем сразу же ответ. Ответ у нас будет чистым текстом. Request, From и значение, которое было извлечено из юзер-агента. Так как мы использовали здесь асинхронный метод, то у нас используется ключевое слово Async, а на 22-й строке мы применяем ключевое слово Await, чтобы дождаться завершения синхронной операции WriteAsync. Все, что происходит в ASP.NET Core очень сильно завязано на асинхронные методы и процесс обработки запроса связан с классом Task и ключевыми словами Async Await. Давайте запустим этот пример и посмотрим, как он сработает. Мы видим, что браузер отобразил страницу, в которой находится информация о текущем юзер-агенте, сделавшем запрос. При этом мы не видим строку на 29-й строчке в коде TestString, так как этот middleware является завершающим middleware в пайплайне. Если мы поменяем middleware местами, мы можем выделить кослок кода и, зажав клавишу Alt и стрелки вверх-вниз, перенести выделенный фрагмент кода выше или ниже. Запустим повтор, например. И мы видим обратную ситуацию. Теперь у нас отображается строка TestString, но не отображается тот код, который находится на 25-26 строчке. То есть это у нас подтверждает то, что подобным образом созданный middleware всегда будет являться единственным или завершающим в цепочке middleware конвейера. Поэтому, если вы впишете большое приложение, в котором есть много middleware, используйте метод Run только в конце вашего конвейера обработки запросов. Ну а продолжение урока смотрите по ссылке на экране или в описании к этому видео. Специально для вас мы подготовили приятный бонус. Воспользуйтесь промокодом, который видите на экране и получите скидку 15% на все курсы ITVDN.